Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Арысев. Евгения Васильева прошла и огонь, и воду, и медные трубы, и, наконец, может насладиться долгожданной свободой. Однако подвиг ее забыт не будет. Как сообщает газета.ру, в сети появился художественный фильм Аси Кареневой «Жертва» о любви экс-министра обороны Анатолия Сердюкова и ключевой фигурантки дела оборонсервиса. И единственное, чего ей теперь не хватает, так это Нобелевской премии в любой области, какой она захочет. Инфопресс До сих пор в стране остались чиновники, пользующиеся Google и WhatsApp. Искоренить себе безобразие взялся секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, сообщает издание «Взгляд». По его словам, эти иностранные сервисы подвергают опасности информацию, с которой работают российские госслужащие. Он потребовал от губернаторов принять меры для решения этой проблемы. Самые радикальные из них, видимо, отправят аппараты импослушных на свалку. Пользователи соцсетей пожаловались на исчезновение телеканала РБК и замену его на православный спас. Изменения оказались связаны с выполнением приказа Минкомсвязи о том, чтобы обязательные российские телеканалы располагались на одних и тех же кнопках по всей стране, сообщает большой город. Видимо, чем слабее рубль, тем сильнее пытаются скребить россиян духовно. Инфопресс Можете не верить, но через три года даже слепой увидит возрождение промышленности. Редвитнул сообщение вице-премьера Дмитрия Рогозина, руководителя рекоделения партии «Прогресс» и Виталий Брам. Помнится, также высокие чиновники нас убеждали, что рубль отобьет атаки никчемного доллара. Удачи в делах. Это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова